В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств, экстренных служб и управляющих компаний. За отчётный период в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 1900 обращений. Возбуждено 22 уголовных дела, 15 раскрыты по горячим следам. Произошло 242 ДТП с одним пострадавшим. На особом контроле содержание дворовых территорий, очистка кровель от снега и сосулек. Очистка кровель имеет приоритетное значение для всех управляющих компаний. Более 700 двускатных кровель на территории городского округа и несвоевременная их очистка ведёт к заливам квартир и, как следствие, рекламациям со стороны жителей. На эту неделю всем управляющим компаниям поставлена задача 100% очистки всех кровель, которые есть на территории городского округа Люберца. Обсудили содержание автомобильных дорог и внутридворовых проездов. Из-за припаркованных машин вдоль тротуаров и вблизи контейнерных площадок региональный оператор по многим адресам не может своевременно вывести твёрдые коммунальные отходы. Уже разработаны и утверждены поды проекта организации дорожного движения на 25, 25 дорогах и 31 дворе. На автомобильных дорогах установлено 122 дорожных знака. На дворовых территориях установлено 84 дорожных знака. По четырём адресам уже начали работать сотрудники ГУСТа. Это Преображенская улица, дом 17, корпус 2, Инициативная улица, дома 73 и 69, Октябрьский проспект 298. К нарушителям применят санкции. Автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, а автовладельцам придётся оплатить административный штраф. На совещании обсудили работу новой единой диспетчерской службы ЖКХ, которая должна оперативно реагировать на обращения жителей в вопросах качества обслуживания МКД и дворовых территорий, управляющими компаниями и коммунальными службами.